На очереди пятое место нашего рейтинга. Овощная паста с кабачково-мятными шариками. Мятни? Кабачки? Да. Вот это так поедание. А макароны овощами? Макароны овощные. Я в шоке. Итак, для приготовления овощной пасты с кабачково-мятными шариками понадобится молодая свекла, молодая морковь, молодой кабачок, молодая краснокочанная капуста, помидоры черри, сыр фета, яйца, подсолнечное масло, льняное масло, лимон, лук-порей, зеленый лук, мята, петрушка, укроп, панировочные сухари, семена льна, соль, черный молотый перец. Ставим сотейник на 2 литра. Наливай, Магда, пол-литра растительного масла в сотейник. Нам нужно, чтобы масло для фритюра разогрелось до 160-190 градусов. А я тем временем беру 2 молодых кабачка. Надя, их нужно натереть на мелкой терочке. Нам понадобится 20 перьев зеленого лука, 10 веточек петрушки, 10 веточек укропа и 10 веточек мяты. Так, Магда, тебе даю лук-порей. Белую часть лука-порей мелко нарезаем. Так, Надя, давай лук нарежем мелко. Отрываю листочки петрушки, укропа и мяты. И тоже мелко нарезаем. Надюша, кабачки готовы? Давай добавим 2 щепотки соли. Посолим их на 5 минут, оставим, чтобы они пустили сок. А я беру 2 яйца. Добавляем щепотку соли и взбиваем. Я беру 300 грамм феты еще. Разминаю фету вилочкой. А ты, Надя, давай отжимай кабачки от сока. И куда их выкладать? В миску к фете. Яйцам добавляем зелень. А яичную массу заливаем в миску к кабачкам. Надя, еще добавляем 3 столовые ложки сухарей панировочных. Все перемешиваем до однородной консистенции. Надюш, давай возьмем еще, насыпем стакан панировочных сухарей на тарелочку. Это будет для панировки. В среднюю миску набираю воду. Начинаем формировать шарики. Я сейчас вам покажу, как. Смачиваю руки в воде. Беру столовую ложку кабачковой сырной массы и формируем шарик. Закидываем в сухарики. Всего у нас должно получиться 15 шариков. Давай проверим готовность масла на фритюр. Для этого возьмем деревянную шпажку. Опускаем в масло. Если вокруг шпажки появляются мелкие пузырьки, то оно уже нужной температуры. И можемо ведь правляты. Жарим порционно по 4 шарика, чтобы шарики равномерно обжарились во фритюре. 2-3 минуты. Подготовим паперовые рушники. И вот уже вылавливаем. О, ну прям, ну они такие апетитные, девчата, что у меня нет слов. Румяне. И сразу закидываем в следующую порцию. Пока будут обжариваться наши шарики, приготовим пасту. Беру одну свеклу, 4 морковки, 1 кабачок. Так, морковка Магде. Лови, Магда. Дякую. Кабачок и свеклу Наде. Берите по овощечистке и чистим овощи. Потом с помощью терки для корейской моркови нарежем их на лапшу. А я пока нашинкую четверть краснокочанной капусты. А то будут наши макароны. Для буряка возьму рукавички, чтоб руки не пофарбувати. В окремой мисочке? В окремой. Теоретически возможно все в одну мисочку, но буряк все покрасит. Мне еще очень нужно узнать, что делает краснокочанная капуста. А вот тут ты не вгадаешь. Подросток, хотел иметь большой размер груди. Бабушка что говорила? Гадала. Ешь капусту. Да? Гадала. Что ж тогда делает брюссельская капуста? Ах! Брюссельская капуста приносит в дом финансовое благополучие. От чего вы думаете говорить по сегодняшний день на доллар капуста? Это от брюссельской капусты все пошло? А и колор зеленый капуста. Что там у нас? Все нормально? И остальные наши шарики с кабачки уже готовы. Овощная лапша готова. Мы еще приготовим для нее заправку. Что это в тебе за улейка? Льняное масло. Ого. Подчеркнем витаминность овощей за счет масла. Смешиваем в миске 5 столовых ложек. Одну столовую ложку лимонного сока. Надя, добавь пол чайной ложки соли. И пол чайной ложки черного молотого перца. Надя, двумя столовыми ложками растительного масла полей свеклу. Чтобы свекла не окрасила все остальные овощи. Можем формировать наше блюдо. Индивидуально в тарелочке. Кто какие овощи хочет? Я себе усього покладу. Так, дуже хочете... И мне пожалуйста всего. Мне чем побольше кабачков. Так. И морковки. Магда, а ты бери нашу заправку. Не ображайтесь, я не люблю. Ну давай ну немножечко, для пышных форм. В ней все есть. Тогда это моя тарелка. Магда, поливай каждую тарелочки. Сколько приблизно? Давай две чайные ложки. Я люблю такие соусы. Сверху на нашу пасту выкладываем по три помидора черри. И кабачково-мятные шарики. По три каждому. Надя, и сверху посыпаем по одной чайной ложке семян льна. Смачного! Найтикавіше, звичайно, це оці кульки. М'ятою пахне. Хромка скоринка. Така тоненька, всередині, м'якинькі, нижні. Боже, підкорили моє серце. Фета с кабачком, ты лісова фея. Безподобно. Наскільки ж це корисніше і свіжіше, ніж просто пасту. Скажімо, макарони і вермишель використовувати як гарнір до цих кульок. Я в захваті. Дякую, Асми. Я щастлива, що вам нравится. На здоров'я, девочки. Дякую.